Давайте. С уважением приглашаем профессора Уэнди Глюк, доктора наук, президента технологического университета, председателя Вьетнамско-российского общества Ханрольдского национального университета, аспиранта МГУ имени Ломоносова. Пожалуйста, слово предоставляется вам. Добрый день. Глубоко уважаемый президент Путин. Так называется вьетнамский народ. Я очень рад вас видеть сегодня в Ханой и сегодня встреча в этом зале для меня и для многих людей является большой честь. Позвольте мне представить с тобой. Меня зовут Уэнди Глюк. Я профессор Вьетнамского государственного университета. Я закончил кандидатскую диссертацию в МГУ, а затем докторскую диссертацию в Институте машиноведения Российской академии наук. Так что у меня почти 20 лет моей жизни и работы в России. Так что все мои молодости в России стали моим вторым домом. Хотя бы уже много лет, я редко говорил по-русски, но до сих пор я не могу забыть русский язык. Я не могу забыть замечательные, прекрасные, юные годы моей жизни в России. И до сих пор моя любовь в моем сердце к российской культуре, к российскому народу остается всегда, как в начале. Более того, я очень горжусь тем, что я учился в России, в одной из крупных стран мира в науке. Благодаря чему помогло мне фундаментальные возможности, чтобы я стал профессором одного фактических университетов сегодня в Вьетнаме. Стал вьетнамским профессором с мировым признанием. Так что, товарищи Владимир Владимирович, я хочу использовать эти возможности, чтобы опять выразить свою благодарность России и российскому народу. И я уверен, что благодаря этому вашему визиту, всесторонное сотрудничество между двумя странами будет развиваться в полном мире и продвигаться руководителем двух стран, выходя на новый уровень. Я хотел бы, если один вопрос к вам, Владимир Владимирович. Я знаю, что недавно на Санкт-Петербургском экономическом форуме вы заявили, что в ближайшие 6 лет Россия будет в ходе 50-х крупных стран мира по объему научных исследователей и задаваемых инноваций. Так что, скажите, пожалуйста, в какой области сейчас более развита наука и техника в России сейчас? И какие области являются приобретенными и наиболее потенциальными возможностями сотрудничества с Вьетнамом в области науки и технологии? А также, каковы новые решения и инициативы, предположенные и принятые руководителями двух стран в рамках вашего визита в основном развитии сотрудничества с двумя странами в области науки, техники и инноваций? Большое вам спасибо! Вам крепкого здоровья и удачи! Спасибо! Спасибо профессору Меллингберг! Сейчас слово предоставляется вам, Владимир Владимирович Путин. Да. Прежде всего хочу вас поблагодарить за очень добрые слова в адрес России и поздравить вас с успешным развитием вашей карьеры, научной карьеры прежде всего, потому что знания, которые были получены в России, вы использовали наилучшим образом для службы своему народу. Это первое. Второе. Вы в завершении вашего выступления и вашего вопроса пожелали мне здоровья. И за это вам большое спасибо. Так вот, это и является одним из наиболее важных приоритетов – здоровья людей. Поэтому одним из приоритетов нашей деятельности в сфере науки как раз является сохранение народа-населения. А это связано с различными направлениями научных исследований, как теоретических, так и прикладных научных исследований. Это всё, что касается здоровья человека, продолжительности жизни. И не просто продолжительности, а качества жизни. Что имеется в виду? Это генетика, это биология в самом широком смысле этого слова, биоинженерия и так далее, и так далее. Мы знаем с вами, что сегодня все наиболее перспективные открытия делаются на стыке наук. Причём вот я сказал о генетике, я сказал о биологии, о теоретической медицине. Но это невозможно себе представить без развития физики, химии, без развития математики. Поэтому всё это является приоритетом. Вот мы только что, совсем недавно, в одном из наших наукоградов говорили о перспективах развития российской науки и определяли основные направления и задачи этого развития. Вот для того, чтобы добиваться очевидных результатов на этом важнейшем направлении, на том, с чем связана здоровье и продолжительность жизни людей, конечно, нам нужно уделить необходимое внимание заботе об экологии. И это тоже одно из направлений. Но бесконечная эксплуатация природных ресурсов, бездумная эксплуатация, она уже в современных условиях, особенно в условиях изменения климата, становится практически невозможной. Но мы должны подходить к этому очень взвешенно, с пониманием того, где мы находимся с точки зрения развития альтернативных направлений в энергетике. Какую роль, на какой исторической перспективе, какая роль будет отведена углеводородом, я сейчас всё это заверну потом к нашему сотрудничеству. Мы должны обеспечить безопасность наших стран, а это значит, мы должны подумать о современных средствах, как это ни печально, но об этом тоже надо говорить, о современных средствах вооружения, в том числе на новых физических принципах. А это значит, что мы должны развивать инженерные дела, готовить специалистов. Это значит, что мы должны с вами думать о развитии наших исследований в сфере космического пространства, освоения космоса, причём на ближайшего, так и дальнего космоса. У нас очень много направлений для совместной работы. И если спросить, если задаться вопросом, а что же является наиболее актуальным для нас? Ну, конечно, сейчас мы знаем, в энергетике мы плотно работаем, мы работаем плотно в рамках тропического центра, там есть над чем работать, и там есть конкретные достижения. И ясно, что эти специалисты будут там востребованы. Но если мы говорим о перспективах нашего взаимодействия на более отдалённую историческую перспективу, надо посмотреть за горизонт и выстраивать наши исследования именно по этим важнейшим направлениям, от результатов которых будет зависеть будущее не только наших экономик, но и суверенитет наших государств. Вот это всё и должно быть в центре нашего внимания. В целом мы об этом и говорили сегодня с президентом, с генеральным секретарём и с премьер-министром, выстраивая наше взаимодействие на этих важнейших направлениях. Позвольте вас поблагодарить за ваши вопросы и пожелать вам дальнейших успехов. Надеюсь, в сотрудничестве с вашими российскими партнёрами.